1 апреля отмечается международный праздник юмора. В этот день принято разыгрывать своих друзей и всячески подшучивать над своими близкими. Давайте спросим, как саровчане относятся к этому празднику. На работу сегодня пришлось выходить после удаленки. Это так вас разыграли? Да, да, но правда, к сожалению. Ну, если получится, я, наверное, тоже. Кто-нибудь мне скажет что-нибудь или я кому-нибудь скажу. Я точно это положительно. Ужасно. Постоянно ходил к директору. Постоянно. Учился в 19-й школе, Евгений Степанович был такой директор. Надо мной, Демьянин, постоянно шутили. Забывал, и ребятишки скажут, Олег, я к директору, у меня плохо было с поведением. Евгений Степанович меня всегда на место ставил. Вот такие дела. Да никак. Вот сегодня было обсуждение диссертации, мне все равно было первое это или не первое. Это нормальный, обычный день. Да нет, некогда было. Я в поликлинике была. Нет, я не подшучила ни над кем. Как-то люди все серьезные, пожилые, неудобно подшучить над такими. Ну, если не знаю, в школе, может быть, что-то было. Ну, я уже не вспомню. Ну, кто-то прикалывался, одноклассники. Ну, какие шутки именно, сейчас уже, ну, не вспомню. А сейчас уже просто. Первые, первые. Сейчас, наверное, с короной шутки. Тоже шутки плохие с короной. Не знаю, так, на злобого дня, на счастье, зарплаты, дороги, грязь. Первого апреля? Да никак особенно. То есть никаких шуток не проводят? Очень редко. А над вами, может, подшучивают? Подшучивают. Интересный случай вспомните? Нет. С юмором. Вы, может, как-то подшучивали? Позитивно. Нет, пока еще ни над кем не подшучивала. А над вами? Надо мной тоже нет. Наверное, понимают, что я не очень это. Опрос показал, что среди зрелого населения праздник уже не так популярен, как был для них в детстве. Все же в наше время уже как-то не до шуток. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...